Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео обзора моих покупок украшений в Second Hand. Вот я вам показываю такую общую картинку. И сейчас мы начнем рассматривать все по очереди. Для тех, кто у меня на канале впервые, я скажу, что я живу в Канаде, покупаю украшения в наших магазинах Second Hand. И также у меня видео не только про украшения, у меня видео про примерки, обзор магазинов, в общем, все, что мы, девочки, любим. Ну, а сегодня у нас украшения. Давайте начнем. Первое украшение, которое я купила, это украшение современное. Да, я забыла сказать, что я покупаю не только украшения винтажные, но и современные украшения, если они мне нравятся, если они достойные, если они, в принципе, я знаю, что это не дешевый бренд, хорошая фирма, потому что очень многие украшения в Second Hand можно купить намного дешевле, чем в магазине, в оригинальном магазине. И вот первое такое украшение, я вам сейчас показываю. Это украшение от фирмы бренда Chicos. Здесь написано. Немножко у меня сегодня чем-то темновато, но я думаю, что вы видите. Вот, украшение от бренда Chicos. Значит, я должна сказать, что в самом магазине Chicos те, кто интересуется американской бижутерии, винтажной и современной, те, конечно, знают этот бренд, это магазин, в котором продается одежда и украшения, в общем, все для женщин, по-моему, сумки даже, я не уверена. Там украшение стоит достаточно дорого. Я думаю, что такое украшение, вот я его приобрела за 5,99, за 6 долларов, я думаю, что в магазине Chicos оно стоило бы долларов 30-40, наверное, если не больше, потому что там украшения довольно дорогие, потому что они качественные. И многие из них довольно уже, так сказать, ну, почти что винтажного возраста, потому что магазин Chicos существует давно. Но это, я думаю, украшение современное. Это вот такая вот многорядная цепочка. Здесь сколько у нас? Раз, два. На английский пришло. Раз, два, три, четыре, пять. Пять цепей. В цепи есть двух видов. Одна цепь вот такая вот, с такими вот перемычками какими-то, я даже не знаю, как это назвать. И три цепочки, просто вот обычные цепи. Но они не совсем обычные, они очень интересного такого плетения. Видите? Вот. Значит, и в центре украшения идет как будто бы такой узел, который сделан из всех, вот как будто бы этих цепочек. Видите? Он такой, как будто бы вылитый, готовый. И внизу под ним идут вот такие вот вот такие вот сюльки. Такой дождик. разной длины они, видите, они здесь короче, длиннее. Ай, вы знаете, что здесь немножко по-другому. Здесь их больше. Ну, как бы вот объединение этих 5 и 5, то есть тут получается 10, и вот 6, 4 таких, и все остальные вот другие цепочки. Кто у меня первый раз на канале, я хочу сказать, что я всегда все свои украшения примеряю на себе и показываю, поэтому постов, как я показываю вот так вот видео в макро формате, поэтому если вы что-то не разглядели, то вы все разглядите на мне. Значит, замочек обыкновенный такой, удлинительная цепочка, и здесь еще на конце висит вот такая вот белая прозрачная бусинка. Очень мило. И вот шилдик Чикос. Интересный такой, видите, хорошо сделанный желтого металла, такой плотный как бы колокольчик, из которого вот выходят все эти звенья. Показать полностью, меня просят показать полностью на полную длину. Это немножко затруднительно, потому что я снимаю ведь в макросъемке, и здесь смысл в том, что камера приближена, достаточно приближена к поверхности, поэтому показать в макросъемке полную длину украшения достаточно тяжело. Ну, вот так вот я его сложила, я надеюсь, что вам понятно, какое оно длины, оно довольно длинное. Но я вам примерю его на себя, и вы все поймете сами и увидите. У меня вообще сегодня много колье. Так получилось, но давайте посмотрим сейчас вот на такие серьги. Я думаю, что они, безусловно, винтажные. Они малюсенькие, такие малюсенькие, но очень симпатичные. Сделана... Это такая серьга на винте. Видите, стоили всего лишь три доллара. Я поэтому их купила. Не только поэтому, они мне, в принципе, понравились. Мне кажется, что они винтажные, просто потому, что даже вот этот вот вид, этот застежки, серьга на винте, как мне трудно их вытащить. Давайте я, наверное, выключу камеру и буду это делать за камеру, потому что... А, нет, вот, получается. Потому что вот такие серьги на винте, в общем-то, вот где-то производили, по-моему, годов после 70-х уже и не делали. Так мне кажется, но я сто процентов не скажу. Давайте я покажу их на руке сначала, потом, конечно, я вам их примерю. вот смотрите. Вот так они выглядят. Очень интересные здесь какие-то насечки. Интересная такая висюлька. Пластиковая, конечно, но такая бусинка продолговатая. Маркировок нету. Да, нет, маркировок нету. Здесь что-то есть. Видите, здесь некоторый сход покрытия или почернение. что-то у меня камеры трясутся. Нет, нету маркировок. Знаете, иногда маркировка бывает на одной серьге. Поэтому я всегда тщательно рассматриваю обе. Вот так вот они выглядят. Нежные, аккуратненькие, по-моему, очень милые. так, давайте просматриваем. У меня есть тут немного брошек. Такие брошечки, они, знаете, скромные такие, ну, по-моему, тоже они винтажные, очень интересные, необычные. Они не брендовые, но я вот никогда таких не встречала. Стоят они, стоило вот это, мне стоило 4 доллара. Это вообще сущие копейки по нашим нынешним ценам. Это практически даром. Так, сейчас я немножко заведаю замочек. Давайте посмотрим ее сразу же так-то с обратной стороны, раз мы уже взяли за это дело. Вот такая незамысловатая брошечка тоненького металла сделана, но, по-моему, она винтажная, судя по застежке, судя по длинной иголке. Ну, и вообще фасон. И как она выполнена. Красивые, очень такие зеленые, симпатичные стразики, камушки. Очень милые. Необычные, оригинальные, знаете, напоминают бабочку или какого-то ангелочка, в общем, что-то такое, но очень хорошенькая, очень симпатичная бабочка. Так, еще одна брошь у нас вот такая вот. Это микровышивка, по-моему, или как-то так это называется, вот это вот такого типа броши, потому что здесь вот настоящая вышивка, которая находится под таким, знаете, пластиком, мягким. И она мне стоила 4,99. Так, стоила всего лишь 5 долларов. Тоже сейчас будем воевать, наверное, с замком, потому что все эти брошки, они имеют тенденцию, у них какие-то иголки кривые. Сейчас я выключу. Так, смотрите, давайте просмотрим. Есть такие, вот такой фасон этих брошей, вот такой вот маленький бантик. И на нем висит такой вот медальон с маленькими жемчужинками и с совершенно очаровательной микровышивкой. Правильно я это называю? Поправьте меня, девочки, может быть, я ошибаюсь. Может, вышивка слово точно употребляется. Первое слово или микро, или мини, в общем, что-то такое. Ну, потому что, видите, она сделана вручную. Малюсенькая вышивка на такой ткани из, как будто бы, сеточка вышит, вышит вот такой вот милый букетик. Как правило, эти броши английские, но, в принципе, бывают разные. Видите, здесь она тоже сделана на заклепке, что говорит об ее винтажности. Вот такой вот старенький замочек. Маркировок никаких на ней нету. Обычно и не бывает на этих брошях маркировок. Но это известные, известные старенькие брошечки, которые вот сделаны вот в такой вот технике. У меня еще ни одной такой, кстати, не было. Очень милая, очень симпатичная брошка. Такая, знаете, ну, в общем, наверное, на любителя, но мне просто захотелось ее купить, потому что я, во-первых, цена такая не страшная, во-вторых, мне было интересно вот ее поразглядывать, видите, вот сейчас вам показать, как это все сделано, вот как это все вышивка сделана. Очень интересно, очень, видите, видна просто невероятная техника вот вышить в такой вот маленьком масштабе, это, конечно, очень, с технической точки зрения, по-моему, непросто. так, следующий у меня браслет, красивущий, необыкновенный, необыкновенной красоты, стоил он 5 долларов, 4,99, вы знаете, я затрудняюсь в идентификации его возраста, если честно, маркировок на нем никаких нет, маркировок никаких нет, и очень трудно определить возраст, он, видите, есть некоторый сход покрытия, с чего я делаю вывод, что он не новый, видите, вот здесь вот, или сход покрытия, или окисление какое-то, я нашла его, по-моему, даже в интернете, там он заявлен, как, нет, или я нашла похожий, дайте-ка я вспомню, минуту, я нашла похожий в интернете, я вам поставлю картинку, он, конечно, не такой, но, во-первых, он довольно дорого стоил, во-вторых, там было написано, что он винтажный, но вот я не знаю, да, мне почему-то кажется, что он винтажный, интересно, ой, где моя стучалка, вот она, из чего сделаны, из чего сделаны вот эти вот элементы, как будто бы черепаховое, даже может быть стекло, хотя я не думаю, знаете, он довольно легкий, было бы это стекло, а это они были бы тяжелее, ну вот не знаю, девочки, я что не поняла, вот какой у него материал, но посмотрите, какой он интересный, что же это такое, причем он разный, видите, здесь он более прозрачный, здесь он такой, как будто матовый, непрозрачный, темный, видите, просвечивается вот тут, в общем, они все как будто бы разные эти кабошоны, также здесь есть такого коньячного, коричневого цвета, маленький кабошонный, и вот здесь немножко эмали, он необыкновенно красивый, сейчас я вам его примерю, я потом еще примерю, как бы на себе полностью, издали вам покажу, но пока что вот так, он очень нарядный, конечно, просто чудесная вещь, массивный, большой, конечно, не все такой наденут, на любителя, но мне очень нравится, мне кажется, он просто очень красивый, даже, ну вот просто красивая вещь, не знаю там, насчет его ценности, но вещь очень красивая, так, давайте перейдем к следующему кулону, невероятно большой и интересный кулон, посмотрите, как красиво сделано, сделан сам кулон, здесь белые бусины пластиковые и вот такие вот сиреневатые кабошоны, белый большой кабошон пластиковый в центре, да, ну не стекло, это пластик, хотя такой звонкий, знаете, даже я задумалась, а вот эти маленькие, я не знаю, не знаю, не поняла, что-то я перестала опять различать, ну посмотрите, как он красиво сделан, под старину, возможно он действительно винтажный, но сделан он под под старинные викторианские броши, вот такая вот красивая вещь, он маркирован, значит, здесь написано Celebrity Gems, Celebrity Gems, есть такая компания Celebrity, а Gem это как бы сокровище, ну не совсем сокровище, но как вот ценности, ну какие-то ценные вещи, я не знаю, это другой бренд, или это тоже, я находила, по-моему, его в интернете, там он был обозначен как Celebrity кулон, а Celebrity Gems, вот второе слово, может быть, это была какая-то их линейка, то есть, их как бы самые ценные экземпляры, вот так, вот такой, значит, стоил он мне 4,99, я уверена, что на Resale он бы стоил дороже, я находила его, я не помню, почем, честно говоря, если я найду, я вставлю картинку, если нет, то уже, поверьте мне на слово, вот, цепочка тоже такая, непростая, довольно такая, красивая, вязь такая, замысловатая, и вот здесь вот обычная застежка, ой, необычная застежка, смотрите, какая интересная застежка, мне кажется, тоже где-то я встречала, я вот не помню, в кулонах Celebrity или в кулонах других каких-то брендов, что две, две, знаете, вот есть вот эта вот застежка кругленькая, класс, обычная, нет, это не класс, обычная вот эта вот застежка, не помню, как она называется, и здесь обычный какой-то шарик, не шарик, а здесь обычное колечко, в которое она продевается, а здесь вот две вот такие, вот зачем это, я не знаю, может быть, он имеется ввиду, что его можно как-то по-другому носить, к чему-то еще приделывать, ну, он достаточно короткий, вот посмотрите, вот его длина, он не очень длинный, то есть, сказать, что, может быть, была здесь еще какая-то цепочка более длинная, к которому ее можно было приделывать, вот эту короткую, чтобы получилась какая-то другая конфигурация, но, во всяком случае, у меня то, что вот, у меня, вот такой вот кулон, и вот такой вот он красивый. Следующий кулон, тоже селебрити, начала его снимать, и поняла, что я нашла, нашла маркировку, потому что, когда я его покупала, я маркировку не видела, но я поняла, почему-то, что это тоже селебрити, они все ли рядом вместе, вот рядышком, видимо, кто-то сдал их одновременно, и вот по стилю, и по всему, я тоже подумала, что это кулон, скорее всего, селебрити, но потом нашла его в интернете, и сейчас уже нашла и маркировку. Значит, кулон очень интересен тем, что он двусторонний, у него с этой стороны красные, красные вот эти элементы вставки, а с этой стороны они синие. Прикольно, правда? То есть, можно носить так, можно носить так, можно переворачивать одновременно, за один день можно перевернуть, к одному и тому же аутфиту, можно два раза его по-разному носить, в общем, и здесь вот такие вот смешные весюлины висят, цепочка такая же, как в предыдущем кулоне, стоил он мне тоже 5 долларов, и я находила в интернете его с браслетом в наборе. То есть, я бы, например, браслет купила, если был бы отдельно на ebay, я видела, а он был вместе с этим кулоном, я подумала, что второй кулон мне не нужен, если вот браслет бы можно было купить отдельно, я бы купила, чтобы у меня был комплект. Браслет тоже двусторонний, и тоже его можно переворачивать красной стороной, синей стороной, значит, здесь, вот здесь, кстати, совершенно обыкновенная застежка, вот то, что я вам пыталась объяснить, что вот это вот застежка, и просто колечко, в которое она вдевается, в отличие от этого вот кулона, и здесь вот есть маркировка, здесь немножко маркировка другая, здесь написано Celebrity New York, вот видите, поэтому я не знаю, это тот же самый бренд, я думаю, что тот же самый, просто может быть их разные линейки, потому что вот цепочка такая же, и вообще как бы стиль, и вообще как это сделано, они очень похожи между собой, поэтому я думаю, что это тот же самый бренд, у меня, кстати, есть кулон Celebrity уже один, очень красивый тоже, у них вообще очень красиво, интересные вот эти вот кулоны, как-то больше, я не натыкалась ни на что другое, только вот кулоны у меня, ни Броши, ни Серег, я их не видела, ну, в общем, кулоны у меня вот такие, вот Celebrity, следующий кулон у нас тоже кулон, вот такой вот интересный, и очень ценный кулон, потому что он маркирован, я вам сейчас расскажу, кто это, кто автор этого произведения, значит, это кулон от Joan Rivers, я обожаю украшения Joan Rivers, я обожаю ее саму, к сожалению, она уже не с нами, вот Joan Rivers, шикарная была женщина, стильная, интересная, смелая, говорила все, что думала, никого не стеснялась, сделала кучу пластических операций, выглядела прекрасно, но видно было, конечно, что она не... это не ее, конечно, внешность, она, по-моему, умерла, ей было 80 с чем-то лет, у нее не было ни одной морщины, ну, в общем, она была очень аутентичная, очень необычная, просто, ну, вот, легендарная женщина для своего времени, и я считаю, что она очень много внесла в... и в украшения, как бы, в дизайн украшений, ну, в общем, легендарная женщина, что тут говорить, очень умное чувство юмора, великолепное, ну, и стиль, конечно, все, вот, и вот, поэтому я была очень рада найти ее украшение, у меня, ну, первое, по-моему, у меня до сих пор не было, это, по-моему, пластик, очень красивый, интересный, вот такая вот цепочка, оплетена, вот, оплетен вот этот вот кулон, здесь цепь, довольно такая интересная, застежка, и, интересно, как бы, несколько удлинительных цепочек, вот, одна, здесь еще какой-то болтается шарик, и потом еще одна, как бы удлинительная цепочка, причем она явно, ну, в нее можно застегнуть не в любое звено, вот, если в эту цепочку можно застегнуть замочек в любое звено, то здесь только на самом конце есть вот такая вот, вот такое вот колечко, в которое можно застегнуть, то есть, в принципе, имеется в виду, что вы, а, нет, он, знаете, он не двигается, этот кулон, интересно, что же это за идея, видите, получается, что, если вы застегнули, а, ну, собственно говоря, вы вот так застегнули, и у вас получится, что у вас замок с шилдиком, с брендом, и вот с этой штукой будет виден, то есть, вы можете застегнуть здесь, и будет оно короткое, вы можете удлинить его с этой цепочкой, вы можете застегнуть вот тут, но тогда у вас как бы вот здесь будет висеть кулон, а это будет висеть сбоку от шеи, наверное, ну, в общем, вот такая вот идея, у нее, кстати, очень много вот этих вот каких-то кулонов, есть трансформеров, знаете, вот такой вот как будто бы клетка, в которой можно менять шарики, она вообще очень любила делать трансформеры, у нее есть, допустим, кулон, и там набор вставных каких-то, камушков, которые там можно менять, и делать разного цвета, в общем, это была у нее такая идея, вот, в общем, вот такая вот, вот такой вот кулон, очень красивый, мне он очень нравится, оригинальный, как все, что делает Джон Риверс, я очень довольна, что мне он достался, и переходим к следующей броши, вот такая великолепная красавица, она стоила немножко подороже, 13 долларов, ну, как бы, она того стоит, эта брошь, я думаю, что это очень винтажный, мне кажется, я находила тоже похожую брошь, было написано, что это брошь 40-х годов, я не уверена, что это такая же, но очень похоже, маркировок никаких нету, но в те времена, вы знаете, маркировки и не ставили, видно, что старенькая гнутая иголка, и вот такая вот, прекрасная красавица брошь, я не могла пройти мимо, конечно же, даже за 13 долларов, я решила, что я, пусть она будет, я должна ее приобрести, потому что она необыкновенной красоты, хоть она и не маркирована, но по-моему, это редкая брошь, в наше время найти, вот такую вот, именно винтажную брошь, в магазине, вот такую классическую красоты, винтажную брошь, достаточно трудно, я вот взяла свою палочку, чтобы простучать, все камушки, стеклышки, она в прекрасном состоянии, для ее возраста, я хочу сказать, что даже если и находятся такие брошьи, как ее нужно носить, ага, застежечка здесь, значит, вот так, значит, это такая спрей, такая веточка должна быть внизу, я сейчас вам переверну, чтобы вам, может быть, будет лучше видно, такие брошьи попадаются, попадаются они часто в не очень хорошем состоянии, с ходами покрытия, здесь тоже есть немножко, но не сильно, с потерянными кабошонами, здесь такие кабошоны, которые восстановить было бы крайне трудно, потому что, видите, они такой необычного цвета, необычной формы, особенно вот эти вот, как же они называются, Минделеви, нет, не забыла название, вот именно вот этой формы кабошона, вот эти синие, тоже такой необычный цвет, вот эти вот, не то коньячные, не то бордовые, в общем, брошь необыкновенной красоты, шикарная вещь, я, конечно, не могла пройти мимо, ну и обратная сторона, еще раз вам покажу, обыкновенная обратная сторона, я было, что-то даже подумала, что возможно это Джулиана, потому что Джулиана не делала, не ставила маркировок, но я не думаю, у Джулианы другое, у Джулианы всегда есть какие-то открытые кристаллы, закрытые, открытые, потом вот эта вот пайка, вот этих вот мелких, мелких стразов, обычно в Джулиане, оно как бы такой, способ восьмерки, это называется, ну в общем, это трудно объяснить, если бы вы увидели, вы бы сразу поняли, о чем я говорю, вот, а здесь, конечно, нет, не думаю, что это Джулиана, но тем не менее, она все равно очень красивая, прекрасная брошь, и вот такая вот находка, великолепные, необыкновенные красоты бусы, они тоже стоили 12, 13 долларов, но я поняла, когда их увидела в магазине, что я без них не уйду, так, я немножко подвинулась, чтобы не освободить место, вот видите, они стоили 13 долларов, так, я сейчас вам их разложу, сначала, и потом буду, сначала на столе, а потом буду показывать, в руках, поближе, все, все, все прекрасные, мелкие детали, которые есть в этих бусах, мы с вами все рассмотрим, и, конечно же, прекрасную застежку, и маркировку, так, давайте сначала посмотрим на них, вот так вот издали, и теперь давайте рассматривать их, ну вот, поближе, я в восторге от них, если честно, мне очень редко попадаются, я вам показывала, у меня есть бусы, West Germany, ну, такие попроще, а эти, конечно, просто красота, необыкновенная, так выполнено, так все сделано, значит, три ряда, разной длины, вот таких вот нанизанных бус, здесь у нас разные, разные бусинки, это пластик, но, посмотрите, какой необыкновенной красоты, давайте я вам буду показывать, все по очереди, темно-сиренево-светло, вот такие вот бусины, листики синие, золотые, какая прелесть, какой восторг, какое чудо, теперь здесь, значит, в двух местах, есть вот такие вот два цветка, каждый наборный, сделан из наборных бусин, с листиками, лепесточками, и с обратной стороны, вот так вот красиво, красиво выполнен, видите, здесь вот эта вот площадочка наборная, с дырочками, где набирались эти бусины, и закрыто это все, вот такой вот красивой, красивой ажурной пластиной, дальше идет два ряда бус, снова вот разных всяких, потом идет один ряд вот таких вот бусин, зеленоватых, сиреневатых, и бесподобная такая же застежка, тоже наборная, видите, здесь дырочки, вот эти вот, где набиралась она проволочкой, и с обратной стороны, маркировка, Western, Western Germany, шикарный, абсолютно бусы, здесь видите, все надето как-то на проволочку, вот так вот аккуратненько, застежка, застежка вот такая, ну такая, как обычно в стареньких винтажных бусах, вы знаете, мне кажется, что я даже как-то тише стал говорить, когда я про них стала рассказывать, настолько я от них в восторге, что я даже не могу громко разговаривать, когда они у меня в руках, боже мой, это такая красота, это произведение искусства, вот всего лишь пластиковые бусы, ну как же красиво, когда-то делали, как же красиво и необыкновенно умели вот сочетать эти цвета, делать какие-то маленькие листочки, делать вот эти бусины из пластика, они такие необыкновенные, интересные, посмотрите, здесь еще много маленьких таких бусинок, в общем, ну произведение искусства, шедевр, девочки, что вам сказать, именно шедевр винтажного бусоплетения, так скажем, вот это именно старинные винтажные бусы, немецкие, Western Germany, вот этой самой компании, которые вот ценятся, которые являются произведением искусства, они великолепные, так сделано, все аккуратно, красиво, бесподобно, хороши, бесподобно, хороши, попробую вам их сейчас разложить, чтобы вы их рассмотрели как следует, конечно, они достойны, достойны были быть куплены, даже за 13 долларов, это вообще совсем небольшие деньги для таких бус, ну что ж, дорогие друзья, на этом все, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы получили удовольствие, если вы еще не подписаны на меня, то вы подпишетесь, а если подписаны, то я очень рада встрече со всеми моими старыми друзьями, подругами, которые смотрят мой канал, всех люблю, целую, с вами была Дита из Канады, всем пока, пока, бай,